Что же касается самой вакцины, мы с коллегами отобрали одни из самых волнующих вас тем и задали вопросы заместителю министра здравоохранения Илье Савакову. Послушайте, эта информация для всех и для каждого. Илья Александрович, здравствуйте. И начнем мы с самого популярного вопроса на сегодня. Ну вот чаще всего пишут, будут ли у желающих вакцинироваться брать тест на антитела. Здравствуйте. По последним рекомендациям, и мы согласны с ними, тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции при вакцинации не является обязательным. Самым важным условием их два на сегодняшний день является возраст старше 18 лет и отсутствие контакта с больными лицами, ну и сам человек, чтобы не болел, на протяжении двух недель. В любом случае при заполнении анкеты на прививочном пункте при осмотре врача данные вопросы будут уточнены и будет уже принято решение о возможности вакцинации непосредственно в день обращения, либо о переносе ее на какой-то срок в зависимости от того или иного состояния организма пациента. Скажите, а почему от тестирования в итоге решено было отказаться? Этап тестирования проходил как раз, когда мы отсматривали, как переносит нашу вакцинацию, переносит наши те группы лиц, которые подвержены высокому риску как заболевания, так распространению. Также это проходило массово по всей России и какой-то либо взаимосвязи с реакцией на перенос вакцины пациентам и наличие либо отсутствие антител выявлено не было. Поэтому если мы говорим о том, что человек переболел легкой формой новой коронавирусной инфекции, у него формируется короткий иммунитет по времени. И мы для себя сделали такое наблюдение, что если он заболевает повторно ковидом, то ковид протекает в более тяжелой форме уже, то есть требует как госпитализации, так и достаточно высока вероятность разбития цитокинового шторма. Поэтому мы говорим о чем, что если человек переболел ковидом, у него чувствует себя сейчас хорошо и за последние две недели у него не было контакта с заболевшими, сам он дополнительно не простывал, то он может прививаться. То есть если человек недавно переболел, но тест на ковид не делал, ему стоит прививаться? Если он переболел, если у него было проявление ОРВИ и сейчас он чувствует себя здоровым, то если прошло две недели, то он может прививаться. Хорошо, скажите, а вот вообще сама эта вакцина насколько действует? Как часто надо прививаться? Каждый полгода или каждый год, как от гриппа? Ну, поскольку мы говорим о том, что в данной вакцине используется двухкомпонентная вакцина, то есть сначала мы формируем развитие иммунного ответа, это первый компонент, который вводится через три недели, мы усиливаем тот иммунный ответ, который был у организма, то есть мы формируем большее число антител и лучшую защиту, что в инструкции называется принципом Prime Boost, то говоря про ту вакцину, с которой мы сейчас ведем вакцинальную кампанию Гамма-Ковид-Вак, мы можем прогнозировать развитие иммунитета от года до полутора, до двух лет. Все зависит, конечно, индивидуально от того, как иммунная система человека, ну и от образа его жизни. Единственное, остается не очень понятный вопрос. Вы говорите, что вакцинироваться можно абсолютно всем, кто хорошо себя чувствует и попадает под возрастную категорию подходящую. Но, как мы знаем, ковид иногда именно акцентирует внимание на тех хронических заболеваниях, которые находились, скажем так, в спящем режиме. Действительно ли не нужно проходить какого-то обследования у врача, прежде чем вакцинироваться? Мы говорим о том, что новая коронавирусная вакцина не содержит живого вируса, то есть вирус не проникает в организм. Вакцина сделана на основании именно S-белка, который открывает клетки нашего организма для проникновения вирусного компонента непосредственно в организм и когда развивается заболевание. Таким образом, организм формирует, что вирус не может проникнуть через слизистую оболочку, не может попасть в организм, антитела срабатывают. Естественно, мы говорим о том, что не будет развития новой ковид-инфекции. И также, дополнительно, что хочется отметить, что данная вакцина уже себя проявляет против новых штаммов, которые на сегодняшний день уже появляются на территории, в том числе и Российской Федерации. Ну вот британский вирус, как мы с вами читали и слышали. Также наша вакцина гамма-ковид-2 достаточно неплохо помогает справляться и с данным штаммом коронавируса. Даже так? Ну то есть мы говорим о том, что спутник ВИД достаточно безопасен абсолютно для всех здоровых групп населения. Ну и заключительный вопрос. Вы сами привелись? Я, к сожалению, в ноябре переборел коронавирусной инфекцией, к счастью, в легкой форме. Поэтому в настоящий момент времени я планирую, что в конце января сходить, сделать вакцину и, соответственно, уже в следующем нашем эфире, чтобы мы с вами говорили, как я ее перенес. Ну и вакцину, вы говорили, делается два раза. Вакцина вводится два раза с интервалом в 21 день. Хорошо. Ну что ж, желаем здоровья нашему населению и вам, конечно, успешной работы в реализации такого масштабного прививочного проекта. Спасибо. Спасибо. Спасибо.